Продолжение следует... Прошел час, время 18 часов, и я раздала 18 каталогов, то есть в течение часа мы прошли 3 улицы, ну не полностью, я заходила во все точки подряд, причем не сортируя, и какой вывод я для себя сделала? Кто-то говорит, что нет, нам не надо каталоги, кто-то говорит, что нам приносят, а кто-то берет их охотно, и что самое интересное, берут те, на кого я не рассчитываю, например, я захожу в магазин, там мужчина, я думаю, ну, наверное, здесь не возьмут, и здесь берут. Я захожу в парикмахерскую, думаю, что здесь своей косметики достаточно много, которой пользуются мастера, но там берут каталог. Я захожу в бытовую химию, где есть продукция других косметических компаний, там берут каталог, поэтому до завтрашнего дня я раздала 18 каталогов, завтра я пойду собирать эти каталоги, и посмотрим, какой заказ будет за час работы, то есть сколько денег я заработаю за час вот этой проделанной работы. Так, всем привет, меня зовут Наталья Невзорова, сейчас я подготовила заказы к тому, чтобы их разнести, вот такие пакеты тоже упаковала, как наши девочки делают, консультанты. Вот, значит, неделю назад я раздавала каталоги, заказов я насобирала на 2000 рублей, и вот сейчас я понесу эти заказы уже с тем, кто их заказал. Ну и сейчас приготовила тоже 20 каталогов, то есть здесь у меня 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, и 3 каталога в пакетах лежат. И вот хочу проверить, как снова сработают эти 20 уже новых каталогов, потому что я раздавала старые, и буду вам рассказывать потом, и посчитаем, сколько заказов соберут новые каталоги, потому что старые собрали всего лишь заказов на 2000 рублей. Но я первый раз шла к людям, первый раз их заказ, первый раз они меня видели, соответственно, еще не сформировался такой показатель доверия мне, но вот сейчас будем проверять, насколько сработают каталоги при втором посещении людей, которых я встречала просто, заходя во все магазины подряд на наших улицах города Котлеса. Вера, привет! Слушай, а ты сегодня-то работаешь, нет? А ты во сколько уйдешь? А, ну давай завтра тогда завезу, хорошо? Ну, не, еще нет, просто я думала заодно сегодня до тебя съездить, ладно, завтра привезем. Давай, пока. А ты завтра до пяти часов там будешь, да? Ну, хорошо, ну давай, пока. Ты снимаешь? Юлечка, здравствуйте! Заказик подошел, скажите, куда вам привезти? Сегодня до скольки будете там? Ну, до семи я заеду, думаю, даже до шести. Так, у вас все подошло, 307 рублей, значит, там подготовьте, чтобы без сдачи было. Ну, все, до встречи, до свидания. Так, вот сейчас делаем обзвон, это все заказы, которые заказали. Вот я посчитала, суммарно на 4,356. В общем, вся сумма заказов вышла. То, что я насобирала за час работы. И вот сейчас они все расфасованы. К сожалению, у нас закончились зеленые кулечки. Пользуются большим спросом. И вот пришлось вот такие напасовать. И вот сейчас те бланки, которые вкладывались в заказ, мы их сейчас обратно сюда вкладываем. И уже повезем вместе с этими бланками. Ну, вот смотрите, что заказывают. Туалетные воды заказывают. Дезодоранты для ног. Тут вот средства для умывания, средства для тела. Да, вот видите, интимгель дважды даже в заказе попал. Значит, кремы для лица. И вот здесь всякие интересные такие вот. Ситечка для чая и так далее. Каким образом все это насобиралось? Значит, вот я приготовила каталоги уже следующие. И раньше я прикладывала вот такой вот листок, бланк. А сейчас я его усовершенствовала. Потому что мне показалось, что здесь недостаточно информации. И немножко неудобный он. Каким образом усовершенствовала? Значит, во-первых, название сайта своего написала. Во-вторых, написала, что за каталогом зайдут такого-то числа, чтобы люди не тянули, а размещали заказ. Вот здесь записывали его. Ну, вот тут контактные телефоны, имя, фамилия и куда доставить заказ. Так как работаю сейчас торговыми точками. Например, вот сейчас сделала список себе. Вот, куда везу магазин «Мозаика», «Евросеть», «Док», «ДК», «Дом культуры», «Аптека», «Траффити», «Фрегат», «Монолиза», «Фрегат» несколько точек сразу. Значит, здесь свои контактные данные указала. И опрос, мини-опрос. То есть, поставьте галочку, если вы хотите размещать заказы со скидкой 23%, получать скидку от 26% до 44%. Мне интересует возможность заработка. Ну и вот здесь вот до какого числа нужно разместить заказ и какого числа будет доставка. Потому что здесь есть пара заказов, которые просят именно к зарплате привезти. Ну и вот такой каталог я сегодня развезу уже тем, кто разместил заказы. И завтра уже этот каталог соберу или в крайний срок в понедельник. Взяла я сейчас немного каталогов. 6, 8, 2, 4, 6, 8, 9. Вот 10 каталогов возьму с собой. Вообще, первый раз я раздавала 20 каталогов. Ну вот 20 каталогов раздала, а вот только клиентов нашла. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И вот один заказ там уже. 10 клиентов. И вот эти 10 клиентов сделали заказ на сумму 4,356. Поэтому не все еще делают заказы в Reflame. Видите, нашлись люди, кто желает получать каталоги и активно заказывает продукцию. Поэтому нужно только выбрать время, которое вы можете посвятить раздаче каталогов и развести потом заказы. У меня ушло по времени примерно час. 20 каталогов я раздавала час. Но я заходила в каждую точку, которая встречалась. И отвечали мне, кто-то хочет получать каталог, кто-то не хочет каталог получать. Ну а теперь уже я знаю, в какие точки нужно заходить, а какие уже можно обходить. Потому что где-то конкретно мне сказали, что они не пользуются этой продукцией. Ну их мы пригласим на акцию какую-нибудь в офис. А на улице удавалось отдавать каталог? На улице один каталог раздала. Но девушка принесла нам заказ, спросила в почтовый ящик и указала телефон, который не активен. Заказ, кстати, на очень хорошую сумму, где-то на тысячу с лишним рублей. Ну вот, телефон не могу дозвониться. По нему не отвечает. Написано, что выключено или находится вне зоны действия сети. Может, кто-то уехал, а ну попозже позвоню. А так, в принципе, и на улице можно раздавать. Только неудобно записывать телефоны. Но я вот не нашла выход. Я пользуюсь диктофоном в айфоне. То есть я его включаю, диктофон, и прямо телефон диктую на диктофон, а дома уже списываю телефон с диктофона. Почему стала раздавать каталоги? Цель найти лояльных покупателей и потом пригласить их уже на основе опроса, который я провожу здесь на бланке заказов, пригласить уже и зарабатывать в компанию «Рифле». Продолжение следует...